Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! Правильная подкормка сливы и вишни осенью – это гарантия хорошего урожая следующего года. Опытные садоводы вносят весной и осенью питательные смеси, которые увеличивают урожай, а также укрепляют дерево для борьбы с болезнями и для хорошей зимовки. Все косточковые деревья быстро истощают грунт, высасывая фосфор и калий. Но больше всего этим деревьям требуется именно кальций. Вы только представьте, сколько ягодок висит на дереве, основа которых – косточка. А она в свою очередь состоит из кальция. Его-то деревья и вытягивают ежегодно из земли. Поэтому сейчас расскажу, какие удобрения насытят землю кальцием, фосфором и калием. Чтобы внести фосфор и калий, которые необходимы всем зимующим культурам с осени, можно применять суперфосфат и калимагнезию. Это качественные удобрения пролонгированного действия. Они укрепят косточковые деревья к зиме и дадут им силы плодоносить хорошо в следующем году. Внесите в приствольные круги по 7 столовых ложек каждого из удобрений. Впрочем, суперфосфат и калимагнезию можно заменить на удобрения с пометкой «Осень». Там содержится необходимый фосфор и калий. Далее переходим к кальциевым подкормкам. Я вношу с осени обязательно доломитовую муку и молотую в кофемолке скорлупу от яиц. Доломитка – это хороший быстрый кальций. Его в удобрении около 50%. Также в доломитовой муке есть магний. Этот элемент повышает общую урожайность любых растений. Я насыпаю по 2 стакана доломитовой муки осенью под каждое косточковое дерево. И последнее удобрение – это молотая в кофемолке скорлупа от яиц. Она разлагается в земле до 4 лет. И все это время частички скорлупы насыщают землю кальцием. Я насыпаю по 5 столовых ложек удобрения под каждое дерево. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях. А также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!